Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Кутя. В соответствии с указом главы Республики о мерах социальной поддержки на территории продолжается как прием заявлений, которые могут подавать в управление МФЦ или на портале госуслуг лица, имеющие право на выплату 200 тысяч рублей и в целом на весь пакет мер, предусмотренных указом главы Республики Сахай-Кутя. Также продолжается на настоящий момент сверхсписков с воинскими частями, в которых находятся наши мобилизованные и соответствующие выплаты. Необходимо обратить внимание, что непосредственно в целях ускорения выплат семья мобилизованных у нас уже возвращаются наши сотрудники Министерства труда из командировок, привозят уточненные списки и, соответственно, я думаю, что сегодня главой поставлена задача до 1 ноября закончить непосредственно все выплаты, которые являются по сути бесспорными. Необходимо обратить внимание, что мы уже сегодня практически имеем полные сведения о мобилизованных якутянах, зачисленные в указанные воинские части. В настоящий момент с военным комиссариатом Республики ведем обработку поступивших сведений. Случаев вообще жизненных ситуаций, с которыми обращаются в наше управление соцзащиты, достаточно много. Необходимо обратить внимание на следующий момент и очень четко их отфиксировать. У нас в муниципальных образованиях, помимо того, что делается по указу главы Республики, также создаются свои центры помощи и поддержки. Поэтому, прежде всего, для того, чтобы получить ту социальную помощь, которая определена указом главы Республики Сахая-Котя, обращение необходимо подать либо в МФЦ, либо через портал госуслуг. К сожалению, безусловно, часто подаются заявления одновременно и в МФЦ, и на портал госуслуг. Это создает, соответственно, определенного рода затяжку во времени. Поэтому заявления нужно подавать либо в одну, либо в другую организацию. При подаче же заявления в муниципальные образования, соответственно, и вопросы, и постановки вопросов по ним нужно ставить именно с муниципальными образованиями. Сегодня мы также эти проблемы будем контролировать. Еще раз напоминаю, что заявления в МФЦ могут подать, и данная помощь направлена на семей военных, мобилизованных, которые проживали вместе здесь, на территории Республики Сахая-Котя. Напоминаю, что заявление подает либо супругу, у которого законный брак, либо непосредственно, если нет законного брака, то гражданская жена, факт проживания которых подтверждается формой 3, как совместного проживания. В вторую очередь, если нет ни супруги, ни совместного проживания, то, соответственно, подают заявление дети, значит, их законные представители детей военнослужащих. И в третью очередь, если нет детей или произошел отказ, могут подать заявление родители, или же непосредственно, значит, если родители уже не живы, то, соответственно, полнокровные братья и сестры, которые совместно проживали с военнослужащим. Главным в данном вопросе является совместное проживание с мобилизованным. И данная помощь направляется на те семьи, в которые потеряли, прежде всего, и материально от ухода мобилизованного сейчас, от проведения мобилизации. Однако дети, независимо от того, проживают они или не проживают, дети в любом случае имеют все льготы, которые идут по линии Министерства образования. Это и непосредственно, значит, повышенная стипендия, это и питание бесплатное, и, соответственно, освобождение от оплаты в детских садах.